Циркумфлекс, пирожата, с вами Старпюр, и это Комбурикат опять. Дело в том, что я хочу таки... Таки хочу я что, подождите? Я хочу сделать концовки, ну точнее говоря, хорошую концовку. Блин, я не ходил здесь еще за рисунком, у меня нет сейва с рисунком. Вот это, конечно, западло-запоглянское. Ну, значит, придется добыть рисунок. Ой, добыть рисунок нужно будет. Потом вернуться в класс ИЗО. Побежали, что ли? Ну-ка, дайте колеса. Ой, я на последнем этаже. Ой, какой сейчас геморрой будет. Ладно, погнали. Конященное говно. Ты задолбала меня. Ты задолбала меня. Ты задолбала меня. Как же ты меня задолбала. Если б ты только знала. О, сдать рисунок. Знаю, что никому мой фиговенький рисунок не сдался, но ведь надо с чего-то начинать. Пора повзрослеть и научиться отвечать за себя. Класс, мои отметки вновь изменились. Похоже, теперь у меня по ИЗО нормальная оценка. Интересно, к чему бы это? Вероятно, к тому, братан. Ну, теперь пора исправлять математику. Он чем-то занят, да. Для этого мне надо. Я же, конечно же, посмотрел, как это делать. Потому что догадываться в этих ваших азиатских играх в логику их куда-куда уходить и зачем, это ну его нафиг. Короче. Доска покрыта математическими задачками. Да, стоит мне только подумать о продленке бешеного опса, как мозги закипают. Или это от этих задач? Вообще-то, похоже на задание, которое я решал на прошлом экзамене по алгебре. Я знаю, как это решается. Точно. Но почему не могу вспомнить? Все как будто в тумане. Странно, я же точно знаю ответ, но почему не могу решить? Я ведь должен был делать это раньше. Так. Неужели это сработало? Серьезно, что ли? И вправду работает? Ты же не вернешься? Супер. Эта ночка становится все более странной. Привет. Не трожь меня, первогодка. С тобой все нормально? Кто приковал тебя к этому стулу? Убирайся. Мне нужно разобраться с этими книжками. Но мое усердие вознаградится с лихвой. Я им еще покажу. Кажется, он тут давно. Но отчаянно пытается решить уравнение. Да, я в них не разберусь. А он щелкает их, как орехи. Его рука не перестает писать. Надо было лучше сдавать экзамены. Но слишком уж много я завалил. Хотелось бы их пересдать. Но все уже, наверное, махнули на меня рукой. Он вроде как не опасен. Странных людей я еще могу понять. О, а может он поможет и мне с алгеброй? Эй, я тут подумал. Раз ты в этом шаришь, может окажешь и мне помощь? А у меня что, по твоему времени? Мне со своими делами нужно разобраться. Ну, это же математика. У меня с ней туговатая же первогодка. Но я уверен, что тебе это расплюнуть. Я ненавижу математику. Ага, именно за ней я тут и оказался. Ага, вот почему мне приходится заниматься. Но помочь мне это ведь тоже хорошая практика. Я видел, как он разбирает те формулы, что были написаны на доске. Похоже, он знает, как их решить. Я не стану давать тебе готовый ответ. Но мог бы тебе кое-как помочь. Если... Если что? Если ты достанешь меня ключ от кабинета господина Мааа, принесешь, я научу тебя решать любые задачи, которые вызывают у тебя проблемы. О, да. Старый добрый господин Маа – бешеный пес. Учитель математики. Все его ненавидят. А зачем тебе нужен ключ от его кабинета? Ага, у него в компьютере кое-что есть. Я хочу изменить свое прошлое, чтобы избавить себя от этих ошибок. А второй шанс. Ты хочешь взломать его компьютер? Ага, это уже мое дело. Я сделаю все, чтобы попасть в хорошую школу, чтобы изменить свое будущее. Все, что угодно. Даже если придется переписать прошлое. Но будущее. То есть, обязательно ли это делать? Помоги мне решить мою проблему, и я помогу тебе с твоей. Все очень просто. «Принеси мне ключ, если нужна моя помощь». Окей, теперь мы пойдем за ключом. Так, ключ где-то здесь. Ну и бардак. Ладно, глянем, что тут у него есть. В ящике лежит ключ. Должно быть от его кабинета. А где его кабинет? Так, биология, география, консультация, зал отдыха учителей. А его кабинет? Кабинет, 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 кабинет. Его кабинет это где? Учительская кабинет, нет, кабинет председателя это не то. Ладно. Ой. Как же мне проиграть кассету? Я могу либо пробраться в кабинет для консультации. А, кабинет для консультации. Либо дать его тому ученику. Давайте сначала в кабинет для консультации. А это значит, возвращаемся в то крыло. Оперативненько это делаем. Во. Так. Оторыто. Мистер Ума пришла в голову идея образумить всех хулиганов школы и использовать их в своем безумном плане равноправной справедливости. Казалось бы, что тут могло пойти не так? Ну и то верно. На столе лежит несколько записей с воспитательных бесед. Содержимая. Жалоба. Меня мучает Мюнгель. Он издевается надо мной каждый день. Сидит сзади и бьет по затылку. Говорит, что убьет меня, если я кому-нибудь расскажу. Я больше так не могу. Помогите, пожалуйста. Описание. Техун ученик 1Б. Утверждает, что каждый день его травит одноклассник. Хулиган унижает его как физически, так и устно. Он также угрожал ему расправой. Ответ. Техун, не волнуйся. Мой помощник утверждает, что скоро с этим разберется. Он хорошо знает Мюнгеля и после воспитательного разговора все закончится. Бешеный пес Ма решил обратиться к дружку Мюнгеля, чтобы разобраться в ситуации. Прибывшее утро скоро подсказывает мне, что добром это не кончилось. Чет Ма какой-то немножко не от мира сего, да? Мистер Май считает, что он постарался на славу. Но в этих документах написана не вся правда. Полагаю, он не понимает, что они стараются не рушить его иллюзии, дабы буйствовать и дальше. Не знаю, возможно. Записка. Мой пока сломался. Эй, мистер Бан. Всем Бан. У меня на компьютере опять вирусы. Я пытался сам все причинить, но особо в этом не разбираюсь. Этот компьютер мне очень нужен по работе. К счастью, у меня в кабинете есть другой ПК, где хранятся оценки с экзаменов. Так что пока это не проблема. Но все равно, постарайтесь очистить все побыстрее. Если закончите, позвоните. Спасибо, автор Бешлиплюс. Думаю, не стоит и говорить, что хулиганы не изменились. Наоборот, теперь у них есть полная власть в управлении школой, как официально разрешенной банды. Еще записка. Центр консультаций. Многие родители наивно полагают, что кабинет для консультаций существует для помощи ученикам. Они даже не догадываются, что учитель математики, господин Ма, там живет. Он так наглухо запирает кабинет, что оттуда даже запах его носков не пробивается. Единственные, кто там бывает, это мелкие хулиганы, которых отправляют туда в наказание. Нюхать, очевидно, его носки. Рабочий столбешного пса. Он не держит свой компьютер в учительской. Он все время торчит в кабинете. Говорит, что занимается консультациями. Тут стоит пароль. Что же, ожидаемо. Честно говоря, я бы не отказался посмотреть, что там, если бы у меня был пароль. Короче, сначала нужно занести ключ чуваку. А остальные эти штучки-дрючки... Здесь виселица, да? Нет. А остальные штуки-дрюки, которые мы должны будем делать, это уже после. Короче, здесь просто ключ отдаем. Я нашел ключ от кабинета консультации бешеного пса, как ты и просил. Этот ключ? Ууу, ты себе не представляешь. Для меня теперь откроется целый номер. Теперь я смогу изменить свое прошлое и, что более важно, будущее. Спасибо. Не забудьте о своей части сделки. Эти уравнения мне доконают. Надо козлинуть. Знаешь, не такие уж они сложные. Даже первогодка проблем быть не должно. Он показывает мне, как решать. Вау. Теперь, когда я увезу решение, ответ кажется весьма очевидным. Спасибо. Так. Извините, надо к той доске вернуться. Правильно. Ой. Wrong way, ёпта. Стоп. Точно. Вот же как они решаются. Черт побери, но почему я не смог этого вспомнить? Ага, именно это и был правильный ответ. Тот ученик из Адриев молодец. Он и впрямь знал, что надо делать. Какое облегчение. Что ж, знание, как решать уравнение, мне не сильно поможет. Но, ого, моя оценка по алгебре только что изменилась. Мой табель успеваемости изменился. Похоже, оценка по алгебре повысилась. Так, общество знания, отлично. И сдал ИЗО. Ну, круто, наверное, да? Так, полный рюкзак. А что я могу там вылакать? А ничего. Отстань от меня. Что я не видела? Правда, не видела. Ну да, не видела ты меня. Не забей. Походу, я понял, как это работает. Надо просто сменить локацию, там, зайти куда-то. И потом это делать. А не тогда, когда она уже разоралась. Так, ладно, теперь еще что? Теперь еще нужно делать еще кучу всякой... Вот мне даже управление еще не вернули. Чтобы вы понимали вот эту ситуацию. Мне даже не вернули управление на тот момент. Просто огонь. Это что, помогает ученикам сосредоточиться на уроках и обрести внутренний разница? Силууса АААА. Да, еще. Вот. Не вернули управление, я был в этом в режиме, точнее, в стадии перехода с экрана на экран. И она подбежала и раздолбила мне башку. Так, теперь мне нужно сделать кучу всякой дресни, которая... О, компьютерный класс, кстати, загорелся. А я могу там пройти? А, мне туда и надо за паролем, точнее. Все, вот, я пришел. Не ставьте, окей. Так, где-то здесь должен быть... Где-то здесь должен быть ключ. Здесь кровь, я не знаю, что за... А, вон он, во-во-во-во. Так, похоже, это записка от бешеного пса. Судя по записке, это его старый компьютер. Видимо, в нем появились вирусы, поэтому бешеный пёс отнес его на очистку к учетелю информатики бану. Всем бан. Пароль от его старого компьютера? Бешеный пёс 123. Ого, а ему и прям нравится свое прозвище. Ну, уже. Бешеный пёс 123, почти нет. Теперь нужно вернуться за компу дактер бешеного пса, очевидно. Ну, поехали. Самое печальное, что еще кучу всяких действий не надо сделать. А самое печальное, что после этого он будет сделать еще и охренеть. Ну, то есть обратно пробегать, когда этот весь мир разломается и все такое. Ну, короче, еще беготь не капец. Все ради вас, все ради вас, пирожата, все ради вас. Так, сюда. Пора проверить, подходит ли тот пароль, что я нашел. И сработало? Вау, бешеный пёс любит простоту. Интересно, что тут можно найти? Здесь есть запись его учеников. В таблице перечислены все их оценки по алгебре. Даже в эпоху облачных сервисов он продолжает держать важные данные на компьютере. Блин, чтобы открыть файл, нужен еще один пароль. Пожалуй, я его недооценивал. Наверняка старый пароль не подойдет. Хотя стоит попробовать. Да вы шутите, подошло. Какой идиот будет ставить везде один и тот же пароль? А, вот и таблица оценок первого Е-класса. Да, вопрос в роли этики. А точнее наглый взлом. Я могу вляпаться по самой неболной. Энтер. Так, окей, данные по моему классу. А, вот и мои отметки. Как и следовало ожидать. Большая, жирная, 2. Хоть я уже и знал свою оценку, но все равно чувствую себя неприятно, когда ее вижу. Интересно, а вдруг изменения в этом мире и впрямь влияют на реальность? Это не очень хорошо, но... Я ведь могу изменить оценку. Стоит лишь нажать на кнопку, и мои проблемы исчезнут. Нет. Ладно, не стоит. Пусть я не обращу приличия, но так низко опускаться не намерен. Согласен. Согласен. Не стоит. А, ну здесь все. Окей, на сейф и... Она зайдет? Зайдет. Ха-ха-ха-ха. Интересно, куда она убежала. А, все, она вышла. Так, мне теперь в кабинет председателя, да? Наиграть кассету. И после этого опять куча беготни, как я уже говорил. Ну, если вы смотрели предыдущий выпуск, в эту беготни не видели, а если не смотрели, то посмотрите его. Потому что из этого я беготню, ну ту, которая была в прошлом выпуске, я ее вырежу. Да. Задолбала. Пипец, задолбала. Просто, просто вот... О, я на месте. Ну, здорово. Летописец. Запрещают мне писать. Сестра, вечно мне мешает. Полагаю, вы уже заметили, что она решила перестроить школу. А, опять этот. Иными словами, сейчас подходящий момент, чтобы смыться. А, у той девчонки здесь нет силы. Прочь. Знаете что? О, ладно, неважно, я ухожу. Подожди. Я чувствую, словно что-то изменилось. Ты изменился. У тебя есть нечто очень важное. Да, сказать ему. Медальон. Вы это имеете в виду? Артефакт, как ты его нашел? Я нашел медальон в весон сегодня утром возле школы. А когда я очнулся здесь, то он исчез. А у меня осталось только это фото. Да, когда артефакты перемещаются между мирами, она не действует небредсказуемо. Особенно, когда у них отсутствует важная часть. Артефакты? Большинство артефактов – обычные предметы, вроде медальонов, колец и так далее. Некоторые из них принадлежали важным людям, либо они появились в виду особых событий. Как флейта тянет? Именно. Неполный артефакт может внезапно открыть вратов кому, но только в один конец. Вот почему я здесь оказался. Должно быть, Дыхун также пытался выбраться из комы, только с частью медальона. Дверь, он целый. У тебя очень важная вещица. Ну, круто. Да. Так, похоже, мне удалось его разговаривать, но надолго ли от девушки спросим. Вы знаете что-то о девушке на фото? Дай взглянуть. Это одна из так называемых охотников на духов. От них одни неприятности, хотя уже много лет я их не видел. Ах, Есоль. Выходят охотники на духов и в плем существуют. Да, и они доставляют нам много проблем, и вечно суют свой нос, когда не надо. Эта девушка, похоже, какая-то родственница Миссон. Парень, все, что тебе нужно знать, так это то, что сестра с этой девицей грызли друг другу глотки с незапамятных времен. Видимо, у них давняя тесная история. А, видимо, сестра специально придала облик Миссон на зло ее родня. Похоже на то. Так, похоже, он начал ко мне привыкать. Спросить его о тени. А кто или что такое эта тень? Ты меня удивляешь, мальчик. Ты здесь уже так долго, но до сих пор не знаешь, кто она такая. Э, я тут не так уж и давно. Разуй глаза, тень прямо перед тобой. Что, вы тень? Тени рождаются в коме. Это наш мир, наше мрачное пристанище. Моего смотрителя и творцы. Так почему же вы не пытаетесь меня убить, как... Сынок, я отвечу на твои вопросы, потому что они невыносимо тупые. Как и у людей, у нас есть возможность выбирать. Не стану говорить за сестру, но уверен, что ты как-то ее разозлил. Но уж нет, я ни в чем не виноват. Ты же пришел сюда без приглашения, да? Так вот, меня это тоже злит, фарнишка. Вот, только давайте без этого. Ну, не хватало еще с тобой подраться. Так, еще один вопрос. Что станет со школы или... Что станет со школы? Что будет с всех вой? Смотрите, школа рушится. Что она сделает со школы, меня не волнует. Во всяком случае, пока она мне не мешает. Что ж, скоро тут не останется, если для ваших... Я устал от твоей постоянной болтовни. Разговор окончен, теперь иди. Что-то такое ощущение, что я что-то не то выбрала, если честно. Перегружаемся. Как выбраться? Господин летописец, мне пора уходить. Как отсюда выбраться? У тебя уже есть ключ, чтобы выбраться отсюда. Простите, я все еще не очень разбираюсь в межпространственных путешествиях. Вообще-то, сегодня я тут впервые. Если хочешь попасть в свой мир, вернись туда, где все началось. Класс 1Е. Медальон отправит тебя домой. Однако, вот черт, как чувствовал, что есть подвох? Мальчик, это очень важно. Попасть в 1Е – самая легкая часть. Когда пересечешь порог, удостоверься, что ничто тебя здесь не удерживает. Иначе отправишься в вечный сон. Я все равно отсюда уйду. Меня здесь ничто не задержит. Тогда береги себя, сынок. А теперь брысь. Так вот почему я не ушел. Меня задержали квесты, блин. Так, разрушаю школу. И вот видите, нужно просто добраться. А до этого у меня висели квесты ИЗУ исправить, математику исправить, все исправить. И вот эта вот дресня вся не давала мне, получается. Есть у меня вопросы, так сказать. Где я теперь? Это явно не те двери, через которые я заходил. Короче. Свалим. А, во-во-во, все правильно, все-все-все нормально. Так, все, я кафетерий. Добрался до него. Можно противоядие бахнуть. Мне не надо противоядие. А есть? Ни хрена нет. Так, а что в интере один слот? Не знаю. Ну, короче, давайте на всякий случай купим. И пойдемте в класс 1Е. Я уже близок. Прям вот. Один, а... О! Блин. Ой, приветик. ИЗУ, у тебя получилось. Удивлен. Ну что, нашел свой ключ, партнер? Да, он у меня. Оказывается, я все время носил участие с собой. Путикома неисповедимая. Знаешь, а ты, пожалуй, не так уж и безнадежен. Кстати, пока ты бегал по школе, я провела собственное маленькое расследование. Правда? Оказывается, Сихо использовал Кума, чтобы исправить свои плохие оценки. Он подменял свои работы твоими. Похоже, ты не такой тупой, как мне показалось вначале. Вот, видишь, надо было в меня чуть-чуть верить. Так или иначе, теперь это не важно. Кошмар уже позади. Ты до сих пор считаешь, что все это сон? Почему бы тебе тогда не открыть дверь и не проверить? Два раза повторять не надо. Увидимся на той стороне, Ессоль. Каждый должен пройти через эту дверь в одиночку. Удачи, Йонха. Ого, Йонх уже написал? Небось, провел ночью подготовительный ритуал сихвы. А что ты хотел? Он же в тройке лучших учеников класса. Уже закончил, Йонха? Дай-ка взглянуть. Выглядит отлично. Что ж, другого я от тебя и не ждала. Ну, я же обещал вам, что покажу все, на что способен. Да, министр, все верно. Нет, ситуация критическая. Артефакт снова у нее в руках. Я пыталась. Я выяснила личность подростка. Его зовут Гиль Сихо. Из расследования могу заключить, что он часто наведывался в кому в течение некоторого времени. Нет, он понял, как ее управлять. Правда, долго это не продлилось. Что ж, это чудо, что ему удалось только продержаться. Кстати, похоже, у нас появился Джокер. Другой ученик Сихвы. Да, это местечко очаг активности. Его зовут Йонха. Простите, это еще не подтверждено. Я только что вернулась. Проверю позже. Он еще не опытный, но в будущем может пригодиться. Да, подтверждаю. Конец связи. Йонха? Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Держись. А это что такое? Наверное, это его надо бы сохранить. Это девочка. Выглядит знакомой. Она знает Йонха? Сначала Тихун, теперь Йонха. Врачи не могут объяснить, что с ним и произошло. Что-то тут не так. Но я обязательно во всем разберусь. И этот хрен, блиночкастый, жирный, из кустов подглядывает. Я явно опять что-то замыслил недоброе животное. В общем, ладно, хорошая концовка. Но явно лучше, чем та, которая была плохая. Но по итогу не сильно-то и лучше. Возможно, во второй части нам дадут больше ответов на интересующие меня вопросы. Вот, ну посмотрим, посмотрим. Ладно, пережат. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. И спасибо, что были вместе со мной на протяжении всего этого приключения. Впереди нас ждет новая, это вторая часть. Виши Систерс, как я уже и говорил. Так что надолго не прощаемся. Подписывайтесь на мои каналы, чтобы не пропустить новых видосов. Жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комменты. Это с вами был Старпер. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok